Во имя Отца и Сына и Святаго Дуба. Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает Отцов Седьмого Вселенского Собора. Что мы помним о том времени? Собор проходил в Византии. Византия на тот момент из большого мощного государства сократилась до размеров маленькой республики. Проходил Собор в 787 году. В начале 700 года практически вся территория бывшей, мощной Византийской империи была занята различным неприятелем этой империи. С одной стороны турки, с другой стороны болгары. Наши с вами соотечественники тоже любили ходить в Стольный град, Цареград и так далее. И, соответственно, все надеялись на чудо. И в начале VII века стали появляться императоры, которые, казалось, начали возрождать империю. И действительно, история была написана в основном теми, кто почитает иконы. И поэтому многое, что о тех людях сказано, нехорошего. Но, с другой стороны, если посмотреть, ведь императоры, которые боролись с иконами, они закрывали одни школы, но открывали другие. И в течение 50 лет, начиная с Льва Исавра и кончая Львом Хазаром, мощность Византийской империи была восстановлена. Но вот беда. В этот самый период времени, при этих императорах, которые казались благочестивыми людьми, и казалось, что они смогут восстановить не только империю, но и помочь людям в чем-то, случились очередные гонения на христиан, которые почитают иконы. И вот в чем причина. Первое, конечно, это политические. Это появление ислама. А как мы знаем, ислам ничего того, что связано с изображением Бога, не приемлет. Это и рядом иудеи. И т.д. и т.п. И кажется, можно было бы на это не обращать внимания. Но Византия рушится. И к тому же, к этому периоду времени, многие голоса в церкви говорили о том, что неправильно многие относятся к иконам. Многие слишком их почитают. Многие забыли, к чему должны приводить эти самые иконы, как средство познания того первообраза, который стоит за ними. И это тоже было. И все начиналось как бы с благочестивого намерения поправить что-то в церкви. Вначале те самые иконы подняли немного выше, чтобы люди к ним не могли подойти. Но затем всякое благое дело, которое поддерживается светской властью в церкви, и которое под собой еще имеет какие-то политические мотивы, оно обратилось против тех христиан, которые знали, зачем эти нужные иконы. И были крупные гонения. При Константине Капрониме, вплоть до того, что людей убивали. И в 754 году даже был собран Седьмой Вселенский собор, но собор иконоборческий, на котором присутствовал даже и участвовал в нем один из святых, которых мы с вами сегодня почитаем. Храм у вас стоит на полянке. Это святой Григорий Неокисарийский. И, с одной стороны, там говорились правильные вещи, что нельзя заменять собой первообраз. Нельзя так относиться к материальным вещам, что забывать Христа. Но, с другой стороны, как сказал историк Русской Православной Церкви Антон Владимирович Карташов, на этом самом соборе вместе с иконами был выкинут один из самых важных принципов нашей жизни со Христом. что всех тех людей, которые верят в то, что Христос рядом с каждым из нас, и Он участвует в нашей жизни, и незримо присутствует в каждом нашем деле, его просто вычеркнули. вычеркнули все то искусство, которое могло бы быть в христианстве. просто лишили возможности творить всех тех, кто верит, что откровение Бога в этом мире до сих пор возможно. Этой возможности эти люди были лишены. Потому что, если нельзя никаким образом прикоснуться здесь к Богу и рассказать о Нем людям, да, через материальные вещи, и если все это не является ни в коем случае каким-то святым проявлением действий Бога-человека в этом мире, то Бог вновь так же далеко. Он где-то там, но не рядом с нами. И вот в 787 году нашлись те люди, особенно императрица Ирина, которая сказала, что это неправильно. Все же надо дать возможность, чтобы иконы присутствовали в нашей жизни. Это неправильно, даже если есть эти самые перегибы на этих самых местах, но ведь кому-то. это очень важно. И мы знаем огромное количество примеров, когда человек, стоя перед какой-либо святой иконой, дотрагивался сердцем до Христа. И это меняло его жизнь. И он менял жизни многих других людей. И был собран собор в 787 году, на котором иконопечатание было возвращено в нашу церковь. Это происходило непросто, потому что 50 лет до этого жили люди, это были хорошие воины, великие солдаты, прекрасные чиновники, которые уже привыкли жить так, как им сказали. И они не приняли первую попытку с собора. В 786 году они даже пытались разогнать всех тех епископов, которые на этот собор собрались. Под страхом смерти этих епископов. И прошел целый год, пока удалось собрать собор. И на этом соборе эта самая иконопочитание было восстановлено. Но самое главное, и мне кажется, что это очень важная вещь, вещь для каждого из нас, что все те, кто гнал людей, почитающих иконы, на этом соборе были приняты, если они осознали свои собственные ошибки. На них никто не поставил точку. И тот самый святой Григорий Неокисарийский на этом соборе был принят таким же, как он был. С него не свергли ни священный сан, не отправили его в ссылку. Этот самый собор не поступил так, как поступали с делегатами собора, которых отправляли в ссылку, убивали, сажали в темницу и гнали. И потом, конечно, было время реакции вплоть до IX века, когда эти иконы стали уже занимать прочное место в наших храмах. Но вот, мне кажется, очень важная мысль. ведь много было людей и среди тех, кто гнал святые иконы, хороших, замечательных, как святитель Григорий Неокисарийский, но который не разобрался, в чем суть дела. И много таких. Их, да, приняли. Но если бы каждый из нас в каком-либо деле постарался бы, прежде чем ставить точку, немного разобраться, ведь это многое можно было бы в этом мире изменить. Я вспомнил двух прекрасных миссионеров, живших в России, но уехавших за рубеж, одного Николая, Николая Японского и Иннокентия Московского, как они поступали с теми, кто спрашивал у них о вере. Прежде они узнавали, а во что верит тот человек, который рядом с ними. И на это часто уходили годы, чтобы узнать, а в чем смысл той жизни, той культуры, в которой человек живет. И только после этого, если человек начинался интересоваться Христом, они ему рассказывали о Нем. И они имели огромный успех в этой жизни. Так и эти святые отцы, о которых мы сегодня вспоминаем, они не отвергли никого, то даже их гнал. Они понимали все те ошибки, которые мог человек совершить, потому что просто не разобрался, в чем же суть вот этого данного вопроса. Это послание каждому из нас. Аминь.